16 мая в Визмаильском музее Придунавья открылась экспозиция «Социальное и культурное развитие Бессарабии в XIX веке», посвященная истории заселения нашего края. Это мероприятие приурочили ко Дню Европы и Международному Дню музеев. Эту тему сотрудники музея разрабатывали много лет. В небольшом по площади зале разместили самые интересные экспонаты и архивные документы. План города того времени, старинный буфет, предметы быта, фотографии горожан и многое другое. Гостями мероприятия стали специалисты городдела культуры Елена Гусева, сотрудники исторического музея Александра Васильевича Суворова, журналисты и постоянные посетители. Директор музея Придунавья Ольга Тирен отметила, что выставка сделана с большой любовью и будет постоянно пополняться новыми материалами. Мы вместили очень интересные, очень яркие экспонаты, документы, которым пытаемся рассказать, как развивалась наша социально-культурная жизнь в начале XIX века. Кто сюда приехал, как жили, что отстраивали, какие интересные возникали учебные заведения, что изготавливали, чем жил наш город в начале XIX века. Экскурсию по залу провела научный сотрудник музея, заведующая отделом истории и культуры Алена Акчебаш. Она рассказала, как и кем заселялась Бессарабия, как появился и развивался город Тучков. Так в XIX веке назывался Измаил. Были обустроены бульвары между Соборной и Дмитриевской церквями. Недалеко от города Тучкова были устроены общественные фруктовые сады и виноградники. Новый экспозиционный зал «Социально-культурное развитие Бессарабии» в XIX веке, безусловно, будет интересен всем любителям истории. Всех желающих поближе познакомиться с представленными документами и экспонатами в Измаильском музее Придунавья ждут незабываемые открытия. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.